здравствуйте друзья у нас сегодня в студии гость из одессы нет таки да из одессы но представляйтесь меня зовут женя мне 30 лет как сказал михаил я живу в одессе все верно работаю тестером наверное поэтому и привлек внимание михаила но вы привлекли мое внимание как бы двумя параметрами с одной стороны тестеров много но вы откликнулись на видео которое я делал там человек задавал вопрос о том что вот как быть инвалиду колясочнику значит он правда в более широком ключе то есть он говорит вот как эмигрировать может быть ему выучить тестирование там работать тестером и так далее но я понял что вы как бы поменяли профессию на тестировщика будучи инвалидом колесочником да скажите вот как как это произошло все вообще вообще откуда вы в том смысле профессионально чем занимались учились значит нужно начать с того что инвалидность я получил вне с рождения это произошло по моей глупости буквально восемь лет назад я неудачно нырнул воду с пирса и поломал шею позвоночник в районе шеи шейный отдел позвоночника и после этого благополучно пополнил ряды инвалидов лясочников вообще погибнуть мог да была очень тяжелая ситуация я это была ночь день рождения мы пошли купаться в море ночью я разбежался это был 20 метровый пирс в море и разбежался с разбегу прыгнул воду а там оказалось по колено воды нет это не это было за городом вот так это произошло я я прыгнул воду первым вся моя компания была на берегу никто еще не собирался эти воду была ночь не видно было что там плаваю я не плаваю а я то есть не паром воде парализовала я захлебнулся потерял сознание и повезло что одна девушка с которой я на то время не был знаком она заметила что я плаваю спиной верху как бы уже долгое время не переворачиваясь она прыгнула меня вытащила с воды сделала мне искусственное дыхание оживила меня ну вернула мне жизнь спасла ей обязан это вам было двадцать там 22 года так вы учились это я удая учился в университете по специальности инженер-механик работал в порту инженером технологом проверял правильности работы правильность грузовых работ то есть каким образом погружать грузы на суда вагоны то есть предписывала определенную технологию а до этого еще еще до этого устроился порт работал рабочим на кране на погрузчики на трассе хорошо уже оказавшись в коляске вы пытались работать у вас удавалось что-то или как жизнь происходит в этом плане ну примерно пять лет наверное нужно мне лично понадобилось для того чтобы прийти к пониманию того что нужно все-таки возвращаться в жизнь начинать работать а до этого была реабилитация физическая моральная потому что это сказывает человек ходил ногами а тут депрессия депрессия слава богу не было то что меня все время окружали близкие мне люди друзья жена моя нынешние родители все помогали поэтому может быть еще такой характер у меня что я не склонен впадать в депрессию слава богу это меня миновало то есть вы будучи то есть вы уже имея инвалидность уже женились вот таком как бы я доживился год назад но мы женой уже десять лет вместе она была со мной еще до травмы и все это время на со мной и вот год назад мы оформили это юридически хорошо значит теперь пять лет вы значит из восьми вы приходили к мысли значит потом три года назад вы пришли к мысли до три года назад я стал готовым к тому что нужно начинать работать я искал варианты понимал что это наверное все таки ближе к компьютеру к интернету искал варианты как можно работать начинал с рекламы вконтакте всем нелюбимый спам этим занимается тоже живые люди начинал начинал с этого потом судьба свела меня с одним и человеком знаковой моей жизни это директор крупной компании энергетической компания занимается подключением к электросетям крупных объектов потом ну он взял меня к себе на работу я на его фирме искал как бы чем бы я мог бы заниматься потому что ну он пустил мне грубо говоря свободное плавание сначала я занимался холодными звонками обзванивал клиентов предлагал наши услуги потом документации занимался ну потом в конце концов я пришел к выводу что мне интересно тема компьютеров я начал заниматься сайтом начал проходить онлайн курсы по html css начал вести их сайт потом у них открылся новый проект альтернативная энергетика я я стал работать в этом проекте в альтернативной энергетике много узнал в этой сфере ну и как бы по сей день я уже не так активно но меня меньше дают задания но по-прежнему работу в этом проекте альтернативной энергетики веду им сайт и то есть занимаясь продвижением seo продвижения и сайт ну и так как по наивности но вот все таки с точки зрения передвижения скажем из дома до предприятия вот вот какие возможности у инвалид колясочника скажем в одессе в одессе очень сложно в этом плане буквально недавно начали запускать пару на не на нескольких маршрутах появились автобусы с подъемниками троллейбусы которые низкопольные там выдвигается такой пандус можно заехать они ходят крайне редко бывает что если автобус поломается может месяц не ходить то есть человеку который зависит от транспорта каждый день это не вариант как вы добирались добираетесь до этого предприятия я работал из дома на компьютере на телефоне на компьютере я работал из дома ну вообще я примерно где-то в этом же сроке пять лет назад я попал в крыму в санатории я увидел парня который с такой же травмы как у меня то есть шейный отдел сейчас я немножко отойду в сторону шейный отдел позвоночника он травма шейного отдела позвоночника она сопровождается тем что отказывают не только ноги но еще и руки кисти рук это у меня как бы такая ситуация с руками то есть я не могу полностью жать их жать их в кулак то есть люди которые у которых руки работают им как бы проще ездить на автомобиле у них есть ручное управление они держат руль так уверенно держит это механизм для управления автомобилем а я думал что с моей травмы ну как бы руки отказали на какой там автомобиль какой может быть автомобиль я познакомился с парнем с молдавии он ведет бизнес крыму он ездит на точно такая же травма он ездит на спортивной машине на доджи таком красавцы я вам просто не поверил думал какой-то шарлатан или ну приедет покажи мне покажи мне свою машину и он приезжает на на этой машине я был просто поражен он не показала суть этого ручного управления я все это запомнил приехал домой сделал нашел работника который смог мне повторить это то же самое поставил на свою машину у меня она была еще до травмы и по сей день уже три года я езжу за рулем на могу проехать абсолютно любое расстояние я езжу с одессы в крым 500 километров один но можно говорить что это подпольно у нас проблема только если ты выезжаешь в европу там могут спросить у тебя а в украине все шарахаются когда видят что инвалиды просто все эти они не хотят даже в это вникать никто никто не цепляется ну и никто и не вникает взятки не вымогают когда за рулем один один за весь мой опыт вождения наручного управления один хотел у меня выпросить я не пишите пишите штраф ну он как бы полчаса ходил вокруг машины все искала сказал чему прицепиться но он видимо не знал что наручное управление нужно разрешение поэтому к этому не смог прикопаться остальное у меня все было в порядке хорошо значит как вы вдруг станет тестером расскажите что произошло примерно год назад моя сестра посоветовала мне посмотреть ваш канал катя спасибо тебе большое я начал смотреть ваши видео она сказала что вы рассказываете про какую-то очень интересную профессию она она знала про сферу айти как бы какие есть привилегии в этой работе ну и на говорит что вот в этой сфере айти есть такая профессия которая не требует большого времени для вхождения в эту профессию вот михаила не рассказывает посмотри канал я заинтересовался еще как раз это такое время было девальвация очень сильно упал курс национальной валюты я уже туда задумался искать где-то работу думал может быть россия как-то удаленно или еще где-то но не думала займем идти сферу айти конкретно думал заниматься я на то время умел знал азы seo продвижения наполнения сайта верстки думал подучиться еще и в этой сфере работать а вот она мне посоветовала я как бы окунулся в омут с головой в эту тему я сразу начал искать курсы которые у нас есть нашел курсы записался за три месяца она задача была такая ситуация начиналась война на донбассе мы не знали мы еще живем в одессе тоже такое юго-восток регион мы мы ожидали что у нас тоже начнется война то есть на полном серьезе мы запомнили события были да да мы запаслись и топливом на случай если нужно будет выезжать не будет запасов на заправках то есть очень серьезно потом подходили распечатали дома все пункты пропуска где у нас есть граница куда можно выехать то есть ответственно как мы подошли но и все равно думал ну будет война значит будет не будет значит буду учиться и заплатил аванс на этих курсах курсы на даже до даже по меркам до кризиса они не дешевая но слава богу помогли с деньгами я какие-то известные там типа академии шаг там были что-то нет в одессе то известное но не так как не так как шаг шаг просто имеет много филиалов поэтому о нем все знают другие курсы не важно вот я за за три месяца до начала я на них записался долго был в ожидании в это время читал все возможные книги те что вы советуете и другие книги по тестированию я уже пришел туда со знаниями которые наверное дают все эти все эти курсы в течение трех месяцев я прошел этот курс физически присутствовали до уроков я ездил туда на занятия на машине три раза в неделю до не 44 раза в неделю там был английский у нас вел носитель языка девушка американка и три дня это именно специфика тестирования база данных сети вот это три месяца отучился а значит на первом занятия на этих курсах было водное такое как водное занятие пригласили руководителя офиса крупной компании айти одесской дата арт и он рассказывал как бы рецепт успешного трудоустройства что нужно человеку чтобы сразу после курсов ну то есть не потратить время для начать работать и как бы он сказал такую мысль что нужно во первых посещать все возможные мероприятия быть всегда на виду чтобы тебя видели в тусовке айтишной в том городе где ты находишься второе нужно даже не второе на первое нужно самого первого дня начинать работать неважно где ты будешь работать будет ли это твой собственный какой-то проект или ты будешь просто чей-то сайт тестировать люди даже не будет об этом знать где то себе записывать или ты будешь за пять копеек где-то у кого-то работать начинать работать как можно раньше и третья третья мысль которую он сказал нужно каждый раз делать больше чем от тебя ожидает то ты будешь успешно слушайте мудрый какой человек я я для себя записал все эти его мысли поставил это обоими на рабочем столе компьютера я как бы каждый день к этому шоу я искал варианты где можно работать студировал интернет нашел много вариантов по работы на фрилансе то есть то что можно было не отрываясь от моей основной работы на фирме альтернативной энергетики не отрываясь от курсов можно было вечерами работать я как бы уже будучи на курсах я потихоньку начинал тестировать на этих биржах тестовых и после курсов продолжал как бы она начала уже приносить кое-какие деньги небольшие а потом я как-то попал на статью парень писал о привилегиях работы удаленно то есть он программист преимуществах преимуществах работы удаленно он программист и и он рассказывал фантастические истории как он путешествует он объездил всевозможные страны то есть на выходных он в этих странах разъезжает смотрит специфику народу а по будням он работает красиво да меня эта история потрясла я думаю блин надо попробовать ты вроде бы и зарабатываешь деньги на путешествие в эти сфере плохо платят и не привязан к офису можешь любое время куда хочешь поехать я начал искать вакансии удаленно фильтровал все вакансии которые есть чтобы чтобы не выдавались только удаленно и начал рассылать нет и их не так много вообще вакансии в украине не особо то много а удаленно это тем более мало ну так бог помог так сложилось я нашел несколько вакансий отслал туда свое резюме я кстати написание резюме тоже ответственно подошел посмотрел ваши видео ваши рекомендации другие статьи почитал все для себя мои рекомендации все-таки для американского резюме то есть она как бы сгодилось и украине тоже да он и получается что да вот отправил свои резюме и из наверное четырех компаний одна откликнулась предложила мне пройти сначала проб тестовое задание они выслали мне файл с заданием я прошел это задание по рекомендации руководителя эти компании сделал в три раза больше чем от меня ожидали чем просилась это сработало наверно меня пригласили на господи на собеседование по skype пообщались со мной но и как бы сказали что у них есть еще другие кандидаты на эту должность я сказали что нужно подождать три-четыре дня я ждал потом мне сообщили что я принят на работу на испытательный срок проработал месяц и как бы прошел удачный испытательный срок и успешно работаю по сей день но заказчик где находится заказчик находится на кипре это кипрская компания мы разрабатываем сайт поисковик услуг не русскоязычные ребята нет это в том-то и дело что русскоязычная мне еще повезло меня с английским не не очень высокий уровень а это хозяин фирмы и вся команда она русскоязычная хозяин фирмы живет на кипре он разрабатывает поисковик услуг по кипру то есть все организации которые есть на кипре коммерческие государственные они все расположены на этом сайте то есть ну грубо говоря как сайт визитка всех всех компаний кипра нужно найти какую-то услугу какой-то бизнес ресторана гостиницу ну что угодно все расположено будет так но с точки зрения денежки это как бы достойно оплачивается дана это по среднему уровню зарплат для junior пиа у меня даже чуть чуть больше чем средний уровень киа в украине а если не в день а допустим в целом по одессе так скажем ну чуть чуть больше чем средний средний начальный уровень точнее чуть чуть больше чем начальный уровень зарплаты в этой сфере чуть чуть больше жить можно найти да вполне я доволен хорошо хорошо то есть что-то в этом говорили какой-то совет что-то будет какой-то использовали где-то в этом переписки сказали а ну вы как бы рассказали про то что тестирование является черным ходом войти это действительно так я смотрю у нас на потоке мы одновременно учились с жалопрограммистами и у нас есть сайта как бы этих курсов и они постоянно выкладывают выпускников которые трудоустроились я так смотрю по статистике что тестеры устраиваются больше чем программисты программисту гораздо сложнее устройств тем более наверное программисту java наверно все понимают что это самая востребованная технология все идут именно туда и образовывается большая очередь его к ну то есть может быть еще входной барьер более высокими наверно да все таки тестер он даже если вообще с нуля пришел в этом за пару месяцев можно на месте подучить а если он все таки программист то на месте вот и не подучишь он должен все таки уже с каким-то багажом да ну что же хорошо супруга что говорит супруга довольна довольна что я нашел себя и что я доволен я хочу развиваться своей профессии достичь успеха в тестировании стать хорошим тестером не не распыляться на все подряд то есть как и люди вошли в сферу потом начинает учить программирование еще что-то но распыляется и толком ни в одной профессии не становится профессионалом не хотел стать профессионалом развиваться в этой сфере да возможно в будущем заняться менеджментом в эти компании мне это привлекает потому что до травмы я работал руководящей должности такой вопрос давайте мы тогда может быть знаете вот что сделаем есть люди которые тоже инвалиды колясочные может быть даже немножко проще там у них может быть пальцы лучше двигаются там и так далее они хотели бы иммигрировать что это дополнительная задача но даже если они имеют в виду иммиграцию в будущем то может быть неплохо было бы начать например там скажем тестировать сейчас правда вот допустим и дальше он видит у него профессии а если он еще в каком-нибудь там офшорной конторе работает так у него и английский там на месте подойдет правда значит вот что вы скажете людям которые вот в такой ситуации как как бы да с точки зрения есть там ограничений физических и вот чего им делать с чего начать вот допустим они тоже хотят так я я только вас еще попрошу вы в подвиде вы там отметьтесь чтобы они если у них вопросы есть чтобы они к вам напрямую писали я думаю что будут желающие что-нибудь спросить отдельно я аккаунт свой в социальной сети кино ну хорошо да ну просто вы там напишите что это вы чтобы они знали значит вот чего такое вы посоветуете кроме того что я понимаю может просто глядя на вас сказать смотри-ка это возможно да хорошо возможно все таки дальше что ну первое что я хотел бы сказать я для себя сделал такое небольшое открытие человек который получил инвалидность либо с ней родился чем больше он себя позиционирует как инвалид тем больше его окружение все его обстоятельства способствует тому чтобы он этим инвалидом оставался если человек надеется на какие-то общественные организации на какую-то помощь государства на какие-то другие организации которые его перевезут в америку еще что то то если он ждет от кого-то помощи а сама при не прилагает минимум усилий то он так и останется инвалидом это вы какие-то вопросы из тех что я зачитывал да вот там люди спрашивают какие фонды какие программы да 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 я ешь я поэтому и а написал комментарий по которому вы меня нашли и с чем чем больше человек будет рассчитывать на кого-то тем меньше у него что-то получится вас не возьмут в эти компании если вы будете себя позиционировать как инвалиду которому нужен сокращенный рабочий день которому нужно какие-то особые условия чем меньше для вас нужно особого подхода тем быстрее вы попадете в индустрию чем чем быстрее вы адаптируетесь к нормальной жизни чем меньше вы будете общаться только с инвалидами чем чем больше вы будете выходить в обычную жизнь которая была до травмы тем легче вам будет устроиться то это самое основное то есть это не зависимо от той профессии или это абсолютно независимо не замыкать не замыкать себя в инвалидность а открыться как бы в нормальную жизнь изначально хотя бы просто отношение к самому себе как рано как равноценному человеку чтобы просто нужно быть способным конкурировать со здоровыми людьми на эту профессию этот самый простой рецепт нет не относиться к себе как инвалиды повышать себе требования это первое второе вот в открытом доступе есть очень много информации и по тестированию и по программированию и по написанию сайтов я как бы когда эти в эту тему не вникал для меня так все было закрыто думал на это все нужно тратить огромные деньги я возможно у вас бизнес связан с тестированием я сейчас раскрываю все секреты что все это можно узнать бесплатно надо иметь внутреннюю активность для этого а вы мой курс слушали на русском языке вот слушал я вот мне очень понравилось вы знаете что интересно вот я сегодня только общался с женщиной из одессы тоже которая сейчас ходит на курсы не знаю на какие по тестированию и но мы с ней так переписки по-моему скайпе вроде мы с ней вот и она говорит я когда на курсы пришла значит вот нам там с первого дня преподаватели говорят что вот там есть ресурсы там туда-сюда вот там все смотрят наш курс да у вас на всех курсов куда не придешь все кто связан с тестированием вас все знают а знаете как это получилось я вам скажу что произошло я начитывал это четыре года назад прямо в это время происходило и произошло это вот вот почему значит я как-то так невольно оказался вовлеченным вот в некий форум там по тестированию для снг ских тестировщиков оказался потому что мне там говорят вот там что-то про вас там гадости говорят ну это естественно если тамошний форум так значит но я пошел почитать и я смотрю люди эти люди они еще и сами занятия ведут и и говорят вот я там значит на каком-то сайте на нашем сайте вот пришел такой значит как было слово написано опус вот этот опус и там дальше я что-то говорю из очевидного иначе там женщина она бушует по поводу то я думаю надо же человек преподает тестирование я не знаю как сейчас но вот в то время если вы зашли бы на google и написали бы там там тестирование там программное обеспечение там курсы классы там тренинг там что-то я был первым я не знаю как сейчас там но то есть я думаю надо же человек преподает и никогда в жизни не на правду то есть кто преподает люди которые преподают и растопыренные как я не знаю что растопыренные как вот корова поскользнулась там на льду вот такие растопыренные и они ни разу в жизни в гугле не набрали там тестировали программное обеспечение они не знают что здесь такая порно в компьютерском и вот эти люди преподают боже я так же нельзя и пафосность какая-то туда-сюда ни одного видео нет слушай ни одного видео на ютюбе нет чтобы они там допустим показали как они учат чему они учат что они еще в состоянии два слова связать там грамотные тогда я думаю блин до чего же мы дожили то я понял что я не могу так это оставить что надо что-то такое сделать какой-то как сказать какой-то эталон создать по которому дальше все будет измеряться да ты можешь сделать лучше но ты скажешь я сделала лучше чем миша портнов или ты сделаешь что-то не скажет миша портнова лучше такой бенчмарк провести такой бенчмарк и вот я тогда на форуме написал что народ кто хочет я вот буду нужна аудитория в класс и там набежало человек 100 и мы с ними вот так я считаю очень продуктивно позанимались записали 20 часов включая поиск работы там сопроводительное письмо резюме там все туда уложилось 20 часов и группа была потрясающая народ был такой внутренне активный они там притаскивали какие-то ресурсы такие дискуссии хорошие были и так далее после третьего урока уже парень работу в кануге нашел после третьего урока а я думаю а что же у него в резюме то есть он же сам что-то написал а что же он написал и его куда-то там а там было в городе два места и он послал два резюме и в одном его позвали на интервью и там какие-то офшорные проекты и ему значит а он молодой он институт заканчивал еще не закончил авиационный и ему говорят так они ему говорят ты наверное в америке хочешь поработать а он поскольку молодой еще вместо чтобы сказать ну может конечно тоже неплохо так для становления профессионального но там моя судьба там связана с родным городом нет он значит им говорит да я думаю вы тут все не против в америке поработать они нас они растрогались потому что такое искренне я так думал я не знаю там все но но вот так вот он первый был работу нашел после трех уроков а я-то и не имел ввиду что это доведет кого-то прямо до работы я-то думал что это больше как мотивационное такое что ребята разбирайтесь вот есть такое вооружение да и очень много народу нашли работу с этого дела я не ожидал и это на самом деле очень приятно вот он висит у меня кстати некоторые сюжеты из этого видео я там нарезал на кусочки в частности по поиску работы как какие вопросы на интервью задавать и так далее один из этих кусочков фрагментик у меня сейчас уже 300 тысяч он будет сейчас через пару дней 300 тысяч просмотров на русском языке то есть это все очень-очень очень мощный такой оказался курс я очень довольны что когда-то сделал сейчас профессия набирает обороты набирает популярность как раз таки из-за того что национальная валюта очень сильно обесценилась и все смотрят в сторону айти потому что оплата валюте всегда я хотел кстати отметить что если хоть все-таки есть бесплатные ресурсы но ваши ваши уроки качественно отличаются видно чувствуется во-первых опыт во-вторых американская специфика а все компании айти они хотят работать по стандартам а именно америке американского рынка и все таки да я думаю что ваши ваши уроки ваша школа дает лучше знания я даже багрепорт по-английски писал я не знаю как я не смогу написать багрепорт по-русски и тескейс по-русски не напишу я не умею у меня опыта такого нет поэтому я там даже на слайдах там у меня вся терминология шла по-английски я не знаю как это по-русски сказать поэтому конечно это был вот именно наш такой ну что же хорошо так я понял первую часть что надо себя не не причислять к больным а быть готовым к конкуренции со здоровыми повышать себе требования но дальше бесплатные есть много бесплатных ресурсов я понял можно платные можно бесплатные да и так далее но вы все-таки ходили на курсы то есть вам что-то дало по сравнению с бесплатными да потому что преподаватели которые нам читали лекции они все практикующие тестировщики они все работают в крупных компаниях причем ну я уже говорю в крупных это не те которые на коленке там что-то тестирует они для мировых брендов там нас один преподаватель он тестировал мультимедийную систему для бмв прямо офис в одессе а заказ напрямую из бмв а второе он вообще не раскрывал подробности фирмы на которой он работает потому что там тоже очень известный у них заказчик ну опыт чувствуется конечно преподавателя ну и люди есть разные одни могут заниматься дома сами себя контролировать а для других нужен преподаватель это сто процентов да нужно чтобы кто-то организовывал конечно занятия в онлайне или самостоятельно они темы сложны что надо себя дисциплинировать просто все люди разные это не говорит что кто-то лучше кто-то хуже у всех абсолютно разный склад ума с точки зрения поиска работы все-таки вы говорите рынок и так небольшой а тут еще удаленная работа вот и были моменты какие-то что вот ну не отчаяние а может быть и отчаяние или может быть думаешь наверное никогда это не случится в моменты слабость какая-то думаешь черт кто знает ничего не получится такое было у меня все так быстро произошло что я даже не успел как быстро наверное недели через две после того как я понял что я на этих биржах по тестированию типа ее теста там есть еще другие биржи когда я понял что я там уже извлек все что из этого можно извлечь я пришел к мысли что нужно устраиваться в реальную компанию потому что там все таки тестирование такое более поверхностное на этих биржах хорошо вот вы начали рассылаться через какое время у вас уже была работа две недели я уже через две недели после того как я начал я получил положительное ну я получил тестовое задание то есть я не потратил много времени я даже не успел впасть в депрессию ну что же вы такой везунчик мне очень круто так вы тогда вот что должны сделать вы должны быть паханом ну или как это назвать интеллигентно значит вот такой комьюнити людей которые значит вот находят имеют какие-то физические ограничения а вы можно сказать такой маяк передовое красное это как это переходящее красное нет в общем маяк такой и даете направление и морально можете поддержать правда же то есть вот все так все так мы с вами значит тогда в протокол и запишем значит присутствовали значит выступали вакту принимаю да приняли резолюцию значит вот подпись там секретарь и председательствующий хорошо вы счастливые вы через это не проходили в комсомоле не были нет бог миловал прошло мимо меня ну хорошо ладно что же как в целом в Одессе то в Одессе да люди позитивные в целом в Одессе хоть и так будем честно говорить что ситуация в стране не очень я даже не знаю кому что может не нравится но основное то что не в стабильности ты не уверен в завтрашнем дне а вот новый начальник то у вас там Саакашвили Саакашвили как там популярен или что-то ну это его цель быть популярным это ему очень хорошо удается а так в целом пока наверное очень сложно ему сдвинуть наш паровоз но воровать меньше не стали ну я я не причастен к тому кто там что ворует поэтому я не знаю обделили кого-то или нет но популярность есть популярность да это однозначно и вот это кто там Мария Гайда кто там к нему приехал да да ну я сейчас меньше слежу я как начал работать я перестал следить за всеми этими политическими баталиями так это как доктор Барменталь говорил не читайте советскую прессу так вот я не смотрю ни украинские ни российские новости я погружен в работу то есть вышли на международную арену и орбиту вышли на международную орбиту и уже там не замечаете всех этих проблем ну что же хорошо давайте я вас от имени наших зрителей значит поблагодарю и пожелаю всяческих успехов ну и на самом деле если будет еще что-то такое под рассказать какие-то такие вещи интересные да вы имеете ввиду что у нас есть аудитория которая интересуется так что вы не пропадайте ладно да я сейчас буду поступать на второе высшее образование по компьютер сайенс я бы хотел чтобы у меня была возможность получить рабочую визу то есть если в этом будет необходимость куда-то уехать для этого нужно высшее образование по компьютер сайенсом я буквально через неделю еду в Одесский политех буду узнавать подробности в этом году собираюсь поступать на второе высшее образование ну отлично отлично хорошо давайте я тогда с вами так попрощаюсь ручкой мы помашем вы тоже там помашите и что называется там до до новых встреч у нас вы Субтитры создавал DimaTorzok